Пятилетний Даня уже два года ходит в Рудянский детский сад. Весной во время игры с другим мальчишкой Данил сильно поранил ухо. Мама мальчика возмущена, мол, это не первый случай. Нас увозили с этого садика на скорой помощи. Травмировали нам ухо, нам накладывали 8 швов и опять же была травма ребенка. Сломали ножку. Актов никаких не составлялось по поводу травм. В ЧП мать Дани внит воспитателей, мол, не досмотрели. Решила поговорить с ними с глазу на глаз. Однако в саду, утверждает, ее встретили агрессивно. Заведующая заставляла подписать документы об отчислении ребенка. А затем другая воспитательница, говорит Яна, и вовсе сильно толкнула ее. И женщина ушибла спину об шкаф. 3 числа, когда был день знаний, дети все идут в школу, в садик. Мой муж привел ребенка в садик, его даже не пустили на порог. На обидчиков Яна Хавень пожаловалась в милицию. Еще раз побеседовать с руководством сада женщина решила вместе с журналистами объектив недели. Заведующую на месте мы не застали. Не было и той воспитательницы, которая, по словам Яны, толкнула ее. Другая настоятельница сада к конфликту, говорит, не причастна. Но коллег защищает. Уследить за всеми детьми очень сложно. Это первый раз в жизни такое случилось. Я работаю до часу. Часу должна прийти сменщица, но ее не будет, так как она заболела. А кто после вас, когда будет? Будет Светлана Николаевна совмещать все группы, а потому что как? 50 человек получает. А потому что нам не платят за это. Воспитательница, на которую жалуется мама, по телефону сказала, что это как раз родительница ее толкнула. А вот заведующая садом согласилась побеседовать только с глазу на глаз. Я рассказываю, я буду все без камеры. Почему без камеры? А я не обязана на камеру вам рассказывать все. У нас сенсации нет. Нет. Хотите пообщаться, ждите, но без камеры. В честной беседе заведующая рассказала, эта родительница мешает своим поведением работать. Говорит, и администрация сада, и другие родители неоднократно на нее жаловались по селковому голове. А в Дергачевском райотделе уже провели проверку. Но заводить дело отказались. Якобы женщина судмедэкспертизу не делала, да и свидетелей, которые могли бы подтвердить факт нападения на Яну, нет. Милиции уверены, родительницы и администрация сада просто недопоняли друг друга. Была проведена профилактическая беседа как с сотрудниками детского садика. Профилактическая беседа с заявительницей. На данный момент конфликт исчерпан. Если в детском саду ребенок травмировался, идти следует прямиком в суд, советуют юристы. А вот не пускать малыша в сад воспитатели не имеют права. В первую очередь это нарушает права ребенка, отмечают правоведы. В таком случае родителям нужно обращаться в администрацию сада, милицию и к местным властям. Если ребенок по инициативе персонала садика не допущен к участию работы группы, то это может быть только одно основание – медицинский критерий, который должен быть соответствующим образом закреплен, в том числе и на бумаге. На сегодняшний день вчерашним врагам ничего не остается, кроме как примириться. Маме Данила пришлось извиниться перед воспитателями. В садик-то ребенку нужно. Наставники обещают встретить мальчика с распростертыми объятиями. Мы всегда рады. Так что мы вас ждем, приходите и все будет хорошо. Яна Тончак, Павел Кубраков, Виталий Осмачко и Алексей Жучков. Объектив неделя.